Друзья, всем привет! С вами Будда Гришна. Сегодня стало известно о том, что зрителям первого канала рассказали о триумфальном возможном возвращении Урганта собственно говоря, на этот первый канал. Было понятно с самого начала, что с такой крышей, как у него он вполне вероятно вернется, когда все стихнет. И вот что пишут. Иван Ургант настолько талантлив, что для возвращения в эфир первого канала ему даже не понадобилось вновь обращаться к разговорному жанру. Впервые после появления в слепых прослушиваниях шоу «Голос» он приходил со своим коллективом Гриша Ургант. Телеведущий вновь поет в эфире о возможной работе Урганта в программе «Фантастика». Вы знаете, сейчас идет программа, там какие-то компьютерные аватары. Не знаю, я что-то начал смотреть, мне как-то не очень. Не знаю, может быть, кому нравится, напишите. Высказался журналист Антон Бекужев. Журналист считает, что ведущего вечернего шоу сумеют раскрыть не раньше финала проекта. То есть таким вот путем, как бы через какой-то развлекаловый сейчас развлекательный проект, попытаться его, как сказать, реанимировать и вернуть. Как бы вроде и его нет, но вроде он участвует в этом аватаре. Не исключено, что Иван Ургант может скрываться за аватаром одного из персонажей нового шоу «Фантастика». Это на самом деле будет фантастика. Значит, на первом канале, например, характер Бутона мог бы подойти телеведущим. Очень веселый, влюбчивый, позитивный, говорит журналист. А еще Ивана, значит, я также мог бы ассоциировать с персонажем Фантома, который может принимать любые образы. Ургант, замечу, тоже не раз представил в самых разных амплуа. Но это мы хорошо заметили, что он в разных амплуа действительно умеет представить. Значит, представить. Кстати, у ведущего отличные голосовые данные. Он может мастерски прятать и маскировать свой вокал. Вот так, друзья. То есть, журналист предполагает, что в шоу «Фантастика» одним из аватаров может быть Иван Ургант. И это вот потихонечку, таким образом, его могут возвращать. Могут. Он не утверждает, что это так. Друзья, что думаете на сей счет? С вами был Будда Гришна. Подписывайтесь на канал, кому интересно, ссылочка в закрепленном комментарии в описании к видео для поддержки канала. Кому нравятся мои ролики, можете поддержать канал Будда Гришна. Я еще раз говорю, я смотрел, я не впечатлен. Мне как-то кажется, что сейчас, в то время, которое мы проживаем, переживаем каждый из нас, ну, как-то другие какие-то хочется, чтобы были программы. Друзья, напоминаю, что есть телеграм-канал Будда Гришна. Новости. Там выходит, вот пару дней не выходит, два-три дня. Но так, я выпускаю там видео на острые политические, социальные темы, потому что здесь говорить невозможно на эти темы. Там, в принципе, еще какая-то свобода есть в слово. Значит, поэтому переходите, подписывайтесь, телеграм-канал Будда Гришна. Новости смотреть, делитесь в соцсетях. И там, в принципе, все новости. Видео, аудио, брифинги, публикации, мнения. Все в одном месте. И здесь, на ютюбе, есть резервный запасной канал Будда Гришна. Новости он тоже называется. Подпишитесь, чтобы мы с вами не потерялись в случае чего. Друзья, успехов, здоровья. Всем пока. До встречи. Субтитры сделал DimaTorzok